Из-за экономии газа в Приднестровье остановили еще несколько крупных предприятий. Кроме ММЗ и цементного комбината прекратили работу Тиротекс и Кирпичный завод. Два предприятия перешли на производство ночью. Об этом сообщили сегодня на совещании у президента. На работу только ночью уже перешли электромаш и молдавкабель. Это сделали из-за того, что днем электроэнергии не хватает. На МГРЭС сейчас работает только один энергоблок. Он вырабатывает электричество круглосуточно, а основное потребление приходится на дневное время. Чтобы не было холостой выработки и чтобы не остановить производство, промышленные предприятия изменили рабочий график. С учетом нынешней ситуации, переход на ночное производство, возможно, придется распространить и на другие предприятия, сказал сегодня Вадим Красносельский. Речь будет стоять о том, что если, например, мы дальше будем сокращать по промышленным объектам, будет два варианта. Либо работать в ночные смены, либо не работать вообще. По большему счету, тут, конечно, собственник будет выбирать с трудовым коллективом режим работы. Могут уйти в неоплачиваемый отпуск или оплачиваемый отпуск, как угодно. Либо работать в ночную смену. Вот электромаш, молдавкабель, они, в принципе, выбрали модель работы данных предприятий именно в таком режиме. Президент поручил контролировать вопрос с доставкой рабочих на заводы в ночное время. Сейчас для этого выделяют транспорт. Приднестровью нужно уложиться в тот объем газа, который дает Молдова, подчеркнул сегодня глава Минэкономразвития. Поэтому в республике ввели меры экономии энергии. Есть решения коммунальные в части измененного графика подачи воды, ограничения объема подачи горячей воды. Кроме того, в течение последней недели реализуются задачи с сокращением расходов на городское освещение, а также экономия за счет электротранспорта. Фонари в Террасполе и Бендерах сейчас отключают по районам в зависимости от необходимости вечером в 10, 11 или в полночь. В Слободейском районе освещение на республиканских дорогах выключают в 11 вечера. Экономить так, чтобы газа хватало, пока позволяет относительно теплая погода. Но ситуация непростая, сказал сегодня президент. Нам пока получается экономить в необходимых пределах газ. Это необходимая, так сказать, мера, связанная с тем, что если мы выберем газ сверх нормы, нам просто его с территории Украины отключат подачу Приднестровья, газа не будет вообще. Поэтому если кому-то кажется, что не надо ничего делать, мол, так все пройдет, ничего не будет, люди ошибаются. Поэтому тут надо экономить. Это очень серьезный вызов. Из-за остановки предприятий и отсутствия энергоконтракта Приднестровский бюджет несет потери. Как перекрыть недостающие доходы по этому вопросу, завтра президент проведет отдельное совещание. Пока решили сократить финансирование программ развития. Там, где стройки уже начались, работы доведут до конца. Новые объекты начинать пока не будут.